20 июня в России началась приемная кампания ВУЗы. Абитуриенты могут подать заявление в пять высших учебных заведений. Число специальностей, на которые одновременно может претендовать поступающий, уменьшено с 10 до 5. Все это можно сделать, используя портал госуслуги. Мы решили выйти на улицы Твери и спросить горожан, а часто ли они обращаются к этому сервису, какие замечают плюсы и минусы. Преимущество, что не надо выходить из дома, а недостатки, не всегда можно найти нужную информацию. Я касаемо детских, всяких образовательных моментов. То есть, если ссылку учитель не скинул, ничего не найдешь. Пользуюсь госуслугами, единственное преимущество, которое меня устраивает, это оплата больничного листа. Я получаю информацию сразу же, и вот это мне нравится. Очень плохо работает раздел, это получение иностранного паспорта. С сервисом госуслуг преимущество, что можно заказать любую услугу дистанционно, не обращаясь непосредственно, например, в поликлинику или куда-то либо еще. Ну и, наверное, из таких моментов, которые можно было бы исправить, сервис периодически зависает. Буквально сейчас оформлял загранпаспорт. И все сделали оперативные качества? Да, конечно. Пользуемся госуслугами регулярно. Мне кажется, я... Недостаток при записи к врачам. Очень неудобно записываться, потому что надо именно в 7.30 записываться. Это надо караулить время. И нельзя, и обновляешь страницу, если в этот момент, то у тебя все накрывается, и нужно заново заходить. С сервисом пользуюсь быстро, удобно заплатить, там засад. Можно оставить жалобу. На нее очень оперативно реагируют. Госуслугами пользуемся, но не так часто. В основном записываемся в медицинские какие-то учреждения, себя, ребенка. Ну, сталкиваясь с трудностями такими, как, например, не все поликлиники, не в любую поликлинику можно записаться. Спасибо.